Приветствую всех, дорогие друзья! С вами Ромулус, и мы продолжаем развитие нашей транспортной сети. Итак, у нас, в принципе, есть несколько нереализованных транспортных маршрутов. Постараюсь сейчас я их реализовать в полной мере. Так, в первую очередь, что мне потребуется? Потребуется развитие автосети. Так, есть у нас автосеть. Первое, хорошо. Также у нас есть еще один маленький городок, желательно бы его довести до ума. Поскольку нам требоваться будут в любом случае новые, неосвоенные территории, а их здесь много, и они нам все нужны. Поэтому нельзя ими просто так взять и побрезговать. Обязательно нужно довести это дело до ума. Так, есть. Ну вот, первая основа этой будущей транспортной сети заложена. Теперь расставим автобусные маршруты. Надо обеспечить этим городам обязательно рост. Во всяком случае, в первое время он должен быть очевидным. Так, есть. И, возможно, вот этот... А, в этом городе уже есть. Это транспортная сеть. Ну вот и славно. Так, теперь нужно построить ряд гаражей. И мы практически подошли к моменту создания этой новой сети. Так, вот наш первый гараж. Новый автомобиль. Пассажиры. Так, что у нас из автобусов есть? Мерседес Бенди Босс. Хорошее, я думаю, будет вложение. Хотя 52% надежности как-то мало. Давайте, наверное... Пусть он не 140 пассажиров. Пусть он 87. Но будет с хорошей надежностью. 94%. Так, создадим маршрут сюда, наверное. И вот этот вот северный городок. Есть. Все. Поехали. Где-то 3-4 маршрута таких пусть курсирует между этими городами. Да, большой прибыли они реально не дадут. Но не дадут возможность развиваться этому городу. Это главное, что нам потребуется. Так, что во имя развития мы действуем. Так, новый автомобиль. Наверное, повторю я этот автобус. К сожалению, здесь нет распределения марок автобусов. Нет советских, нет российских автобусов. Каких-нибудь даже с территории СНГ автобусов нет. Поэтому будем строить именно те, которые есть у нас. Американские, английские и все возможные другие автобусы. Так, опять-таки, соединяем 2 маршрута. Так, погнали. Все, есть 4 новых маршрута. Замечательно. Ну что ж, этот город обязательно станет большим логистическим центром. Пусть здесь 289 человек пока. Но в тот самый час, когда придет время, я думаю, он и 3,5 тысяч будет размером. Это вполне реально. За каких-то несколько десятилетий. Возможно, придется простимулировать рост города. Так, где у нас тут автобусная маршрутка? Есть. Все, поехали. Так, здесь тоже, наверное, не помешает сделать один из маршрутов. Так, возьмем этот же автобус. И построим необходимый маршрут. Так, есть. Где у нас тут этот автобус? Будем ехать сюда и сюда. Да, пусть эти автобусы, они будут давать минимальную какую-то прибыль. Не жалко этого. Главное, чтобы они обеспечили рост. Думаю, железную дорогу тоже сможем подключить. В хорошем таком масштабе она будет работать. И приносить достойную прибыль со временем. Так, у меня есть миллион четыреста тысяч. Давайте вложим в строительство зданий в этом городе. Строительство нового здания. Раз и два. Пусть хотя бы на сотню человек прибавится. Так, и пока достаточно. Ну что ж, теперь требуется, наверное, построить железнодорожные вокзалы. Во всяком случае, хотя бы зарезервировать место для них. Так, вот здесь будет один из вокзалов. А, здесь не получится. Ну ладно. Придется тогда иметь более мелкий вокзал. Может быть, даже еще мельче. Так, получится ли протянуть железную дорогу? Вот так вот немного намечу маршруты развития этого железнодорожного вокзала. Так, что касается этого региона. Здесь тоже потребуется обязательно построить хотя бы один из вокзалов. Так, и здесь территория позволяет строить большие вокзалы. Так, один будет вокзал и второй. Так, ну ладно. Почему два? Пусть три. Со временем город и суда разрастется, поэтому. И здесь тоже понадобится транспортное сообщение. Здесь у нас один вокзал пока есть, его хватит. Так, чего нам еще не хватает? Нет, я не уверен, что нам здесь два вокзала понадобится. Скорее всего, это будет один из вокзалов. Нет. Да. Затруднительное какое-то положение попали мы. Наверное, снесу и один из вокзалов. Итак, вокзал должен быть все-таки, наверное, где-то вот к северному рубежу. Где-то вот так. Нет. Там не получится поставить. Ладно, что-нибудь придумаем со временем. Так, и вот здесь потребуется мне как минимум один вокзал. Опять не под тем углом построил. Так, вот здесь вот будет находиться этот вокзал. Может быть, второй нужен будет, но не сейчас. Ладно. Ну, что поделаешь. Здесь у нас тоже перспективный город. Надо помочь ему в развитии. Так, вот он наш последний вокзал на текущий момент. Ну все, я думаю, сеть вокзалов сформирована. Теперь нужно их реально соединить между собой. Так, сейчас будем этим заниматься. Так. 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 так есть у нас первый выезд здесь скорее всего тоже понадобится один мост и может быть даже а второй мост нам тут не понадобится ну да ладно разберемся мы с этими мостами немного позже так две железнодорожные линии у нас выведена скорее всего одна из них будет выходить в этот вокзал врезаться нет пусть они наверное на север и тут эти две линии железнодорожная не получится так а вот так может очень даже и хорошо получится так есть еще одна маленькая линия у нас скорее всего не по-другому поступлю так расширен да лишние повороты конечно нежелательно иметь но их можно избежать так замечательно теперь вот это вот промежутки можно использовать место сколько у нас тут миллион уже набежал так будем ставить новый состав какой-нибудь более менее быстрый состав надеюсь будет так ржд российский его мои 39 тысяч в году надо будет тратить на него несправедливо так пассажирский поезд мне нужно опять-таки может российский есть какой-нибудь 251 тысяч ну вот 12000 вполне реально нам выдержать такую нагрузку на бюджет так буду строить наверное три вагона пассажирских и 3 почтовых да это много текущий на текущий момент но на перспективу это вполне даже реальная нормально так и повторим наверно такой же состав где наш российский ржд рад 2 дизель поезд есть так надо докупить конечно вагоны сколько этих вагонов надо купить ну тоже наверно по три вагона я сделаю пассажирских 3 почтовых как по мне очень даже хорошо это будет вывозить будем с лихвой все возможные грузы так поехали первые поезда и что этот поезд там уже приносит давайте посмотрим так минус 2000 пока ладно пусть катаются поезда есть у нас вот ближайший железнодорожный маршрут тоже можно было бы соединить но я думаю это пока поспешное решение соединим что-либо подальше находящие отсюда так есть у нас ну слишком медленно у нас будет двигаться здесь поезда но пусть может быть такой длинный поезд и пригодится так неплохо снова у нас появляются две ветки новых так опять же побалуем себя новыми российскими составами пассажиры пассажиры пассажира наш ржд ра-2 это как ра был символом света в древнем египте наверно в честь этого назван был этот поезд так добавим же новые вагоны даже нет стандартной такой комбинации которую можно было сделать и в дальнейшем укомплектовать поезда ну как есть так есть так поехали так новый состав у нас будет и то же самое по вагонам повторим почту и пассажиры пассажиры оборот должен возрастать 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 и еще раз возрастать так вот не такой что ли я поезд купил да не тут пусть сделал ладно сейчас закуплю то что нужно так и наш российский который покупал от эджидера 2 и сразу все заиграло ну вот мы входим фактически в эру поездов теперь у нас их будет очень очень много стоило только захотеть их построить так ну наверно нужно классические маршрута наши уже твердить увеличить хотя бы в два раза это вполне реально есть два раза маршрута увеличить так ну как далековато стоит это все надо приблизить все таки место у нас будет здесь бесценно здесь будет развиваться город и желательно чтоб все клетки были заполнены необходимыми нам элементами так ну что ж есть путь сформирован остается последний такой очерк хорошо также проведем здесь еще один маршрут хорошо есть два новых маршрута так но этого все равно мало наверное что я сделаю так это запущу дальше нет сейчас сюда отсюда новый маршрут нет с с из Ничего, все равно этот маршрут будет проведен. Так, первый, второй есть. Так, и вот здесь у нас будет тоже две ветки. Так, может быть я их даже отсюда заведу, дабы не занимать лишнее место у другого железнодорожного вокзала. Так. Так. Так, замечательно. Ну что, сформированы новые пути, надо теперь их укомплектовать как-нибудь. Хм, так, немножко не туда я хотел это построить. Сейчас подредактируем этот момент. Так, что касается тутошних маршрутов, будет у нас здесь два ремонтных депо находиться. Так, одно с этой стороны, другое с противоположной. Есть. Так, и вот здесь одного депо тоже не хватает для полной коллекции. Ну что ж, хорошо, новые депо у нас появились. Теперь будем налаживать сообщение. У нас появилось 800 тысяч. Пусть даже в кредиты мы залезем, тем не менее мы сумеем выстроить необходимую нам сеть. Так, РЖД, РЖД. РЗД. Здесь подписан. Так, покупаем поезд. И вписываем необходимые нам масштабы перевозок. Ух ты, ё-моё. 118 пассажиров. Вот это вот богатство. Так, поехали. Ещё один поезд включился в нашу сеть. Так, нужно ещё один маршрут укомплектовать получше. Здесь у нас будет такой же новый состав. Опять-таки, просто-таки понравились мне те РЖД. Ну, не сколько самим названием и страной происхождения, сколько, во-первых, той надёжностью, которая была указана. А это немаловажно. А также возможности чего-нибудь знакомого и родного воплотить. Так, есть у нас 75 мешков почты по три раза. Да, и пассажиры тоже по три раза. Так, поскакали. Так, что касается ещё двух маршрутов. Новый состав у нас здесь. Где-то 300 тысяч уже набежало. Но, может быть, к концу строительства этого маршрута у меня появятся деньги на новый поезд. Так, опять-таки, хочу похвалить надёжность поезда в соядных характеристиках. Так, новые вагоны. Хотелось бы также китайский какой-нибудь современный поезд построить. Ну, так, ради интереса попробовать, как он будет себе вести. Всё, поехал. Что ж, 135 тысяч у меня ещё есть. Да, деньги потихоньку прибывают, несмотря там на все трудности. Тем не менее, всё хорошо. Так, новый состав. Ну, сколько у нас там этот RGD стоит? 200 и чем-то тысяч, как я помню. Так, RGD, RGD. 264 тысячи он стоит. Ну, ладно, фиг. Совсем с этим всем возьму я займ небольшой. Главное, комплектовать маршруты. Остальное всё как-то без проблем уже будет сделано. Ну, что ж, есть. Маршрут есть. Новый состав. Новые вагоны. Всё, поехали. Так, ну и кульминация этой серии будет расчёт с кредиторами нашими. 70 тысяч надо отдать. Как бы лучше в новую серию уж переходить без долгов. Так, 60 тысяч остается. Но, опять-таки, при наших масштабах это не долги. Это смешно просто. Да, и эти поезда тоже почему-то ломаются. Ну как, вообще, картинка так вырисовалась гораздо более масштабно, чем в предыдущей серии. У нас появилось приличное количество новых пассажирских маршрутов. Главный наш город уже 4 тысяч достиг. И я теперь полностью способен рассчитаться с долгами. Ну вот, друзья, на этом мы начали революционную эру железнодорожных перевозок. С вами был Ромалус. Спасибо всем за внимание. До скорого.